Вернее, как они называются по традиционным, как вы помните? И как раз сегодня мы еще поговорим о том, в чем разница этих определений. Вчера мы говорили о раге скользко, также я уверен, что Сатья Ван пробу на классику в гармошке, более детально говорил о нотах, кто может дать определение раге? Что такое рага? То есть это мелодия или что-то большее? Что такое рага? Пожалуйста. Пожалуйста. Правда, это важно. Так есть. Да, да. Да. Спасибо. Я надеюсь, что все предметы, которые вы посещаете на улице, у вас очень гармоничная сочетация и в этом очень хорошо помогут вам записи. Если вы умеете хорошо конспектировать и распределять информацию, это очень помогает. Я хотел бы услышать еще от пробу, которая здесь есть. Каковы, кто знает, какие есть три основные вида нот внутри раги? Кто это запомнил? 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 Есть главные ноты, второстепенные и нежелательные, которые настроение это как бы портит. Да, спасибо. Хорошо, чтобы эти вещи, как вчера говорил Адитиду Кахапрабу, они не были просто записаны, потому что существует большое количество книг, большое количество виртуальной информации в интернете, но это никак не меняет наше существование, наши таланты, способности. Очень важно, чтобы мы это запомнили. Это самый первый шаг для того, чтобы начать это запомнить. Основные вещи, пожалуйста, запоминайте. Запоминайте, что такое рага, запоминайте, из чего она состоит. Хорошо? Кто-то хочет еще что-то дополнить? Что угодно. Ну, все сказали, да? В основном. Вы говорили о том, что есть ноты чистые, желтые, есть пониженные, есть пониженные ломоны и повышенные силы. Да, спасибо. Есть две основные, это са и ва, ва и... Неподвижные. Да, есть только одна повышенная нота в магическом языке. Ма. Хорошо, спасибо большое. Приступим к сегодняшнему материалу. И сегодня темой нашего занятия будет тал. Вторая составляющая музыки. Мы с вами только что вспомнили, что такое рага. И вчера мы также говорили о том, что просто рага без тала это не полная музыкальная композиция. Для того, чтобы это настроение, эти ноты, они были восприняты людьми, которые слушают нас, это должно быть упаковано, можно сказать, или распределено в ритм. Так, тал это очень важная составляющая, которая, скажем, можно также сказать, что тал содержит в себе рагу. Потому что то, что мы поем, то, что мы играем на мелодических инструментах, оно так или иначе находится внутри ритма. Оно не существует как-то отдельно, что вот здесь есть рага, вот здесь есть тал, это вещи, которые взаимосвязаны. Можно сказать даже, в зависимости от мелодии мы выбираем ритм. То есть определенные вещи подходят. И мелодия, она основывается на ритме. Окей? Понятно, да? Итак, мы вчера записали определение тала. Кто может вспомнить его? Что такое там? Да, ритмический рисунок. Да, ритмический рисунок. Кто может сказать полностью определение тала? Все записали? Или кто-то не записал? Давайте мы еще раз повторим. Если мы с этого начнем наш разбор сегодняшний, мы будем детально говорить о тале. Итак. Тал. Тал. Тал – это циклический ритмический рисунок с фиксированным количеством талей. Тал. Или же, как это определяется в книге «О Чайди Кришны Прабу», которую мы, в общем-то, используем как учебник. если у кого-то она есть можно тоже по ней заниматься и я обсуждал это с ним недавно мы будем использовать эту книгу как пособие немножко может еще переработаем ее поэтому вы сможете тоже ее получить в электронном виде если нужно для изучения после курса Адриан Крупчанский известная книга кто-то читал ее? кто-то отвечает окей итак здесь более немножко с другой стороны объясняется что такое ТАЛ ТАЛ это способ группирования определенного количества ритмических долей и вот сейчас мы сказали два термина ритмическая доля что такое вообще ритм и что такое доля то есть мы поняли что ТАЛ это определенный рисунок определенный шаблон на который ложится мелодия на который ложатся звуки мриданги звуки коротал весь тестом ложится на этот ТАЛ можно сказать что это вот тарелка которой мы накладываем в разный просад там может быть три деления или четыре деления или шесть делений какую-то часть мы ложим кичри какую-то там мы ложим сабжи и так далее вот хороший культурный способ раздачи это когда мы ложимся отдельно мы смешиваемся то есть так же в музыке у нас есть деления все что мы играем все что мы поем это распределено систематически во время также в ведической музыке ТАЛ КАЛАКРИЯМАНАГА то есть существует ТАЛАЧАКРА сейчас немножко эзотерики потерпите ТАЛАЧАКРА или колесо ТАЛА которое состоит из разных отрезков разных возможных комбинаций делений времени другими словами это тайм-менеджмент тайм-менеджмент музыки или группирование времени и я хотел дать сначала определение ритму или определение доль чтобы мы чтобы это лучше уложилось те кто может быть не посещал музыкальные занятия не знаком с музыкой чтобы мы поняли что это такое с самого начала еще вчера мы сказали что есть ТАЛА и есть РАГА это музыка ТАЛА это ритм мелодия и РАГА это что-то типа мелодики определенной дизельюкхопрагу вчера как это называл гамма да лад 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 ну то есть сейчас поговорим что что значит ритм для начала сам ритм это неотъемлемая составляющая музыки мы знаем об этом и ритм он определяет движение организованность и характер музыки задача ритма структурировать музыку задать фундамент и пульсацию и согласно словарю есть три определения слова ритм да ритм в музыкальном смысле да это равномерное чередование каких-либо звуковых элементов да то есть распределение звука музыки да есть также ритм применяется ритм жизни или в других как бы отраслях да то есть не знаю но мы сейчас будем говорить именно музыкальным направлением и ритм что такое ритм это деление долей да определенная систематизация вот есть определенные отрезки и что такое доля это время разделенное на на промежутки можете это записать принцип деления времени на равномерные промежутки или счетные доли называется в музыке размером разные промежутки то есть время есть неопределенное время у нас точно так же как вот мы сегодня будем несколько раз приводить этот пример если есть циферблат часов и там это время там есть различные виды деления есть секунды есть минуты есть часы очень однозначно они разделяются и вот самая так сказать маленькая часть это доля одна доля одно деление времени и на санскрите ведической музыки это называется матра 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 матрас и подушка матрас матра матрас это мгновение общение «лава матра» то есть да хороший пример Лава Матра Одну долю Одну долю секунды общения саду Вы достигаете всего совершенства в жизни Сарва Сиддхи Замечательно Предны не могут без Клишни Итак Фактически мы сейчас обсуждаем Тау Смотрите Самая элементарная составляющая Есть атом Есть секунда Конечно есть миллисекунды и так далее В музыке в жизни это доля Или матра Правильно? В западной музыке так же Да То есть вот Матра Не мантра Мантра Затем Тал это что такое? Давайте повторим вместе Циклический, ритмический рисунок С фиксированным количеством чего? Матр То есть фактически это определенный рисунок Фиксированный рисунок То есть не то, что можно так, можно так Один тал есть шаблон Который никогда не меняется Если это один тал, значит он такой Если мы что-то меняем Одну долю переставляем куда-то Или как-то меняем, это другой тал Точно так же, в общем-то, как и Грага Обратите внимание, мы сейчас не говорим об игре на инструментах Это сам ритм, который общий для всех Общий для мриданги, общий для каратал, для гармошки И он не меняется, он фиксированный В нем есть фиксированное количество вот этих матр И они делятся Как они делятся? Сильные слова Нет, мы сейчас дойдем до этого Они делятся по группам Вот, например, есть определенное количество долей И эти доли делятся на несколько групп Ну, например, мы сейчас нарисуем с вами очень простую схему Мы нарисуем сейчас один из талов в таблице Чтобы было наглядно видно Ну, должно быть у нас Вот это, значит, начнем с одного куска Или одной продолжительности тала Это называется авартан Авартан То есть это тал от начала до конца Иногда его рисуют как две черточки В начале или в конце величины Мы вообще используем Делаем это все в таблице Затем Мы как бы с конца сейчас в начале И в этом тале существует определенное количество долей Мы об этом говорили Матр, правильно? Их, например, четыре Мы возьмем с вами кахарватал Это самый распространенный ритм Раз, два, три Нарисуем В кахарватале восемь матр А можете еще раз повторить? Повторить? Название кахарватал? Кахарватал Кахарватал Просто для примера Мы еще подробнее его рассмотрим с вами И теперь внимание Обратите внимание, что Здесь восемь долей в этом тале И они делятся на две части И вот одна половинка И вторая половинка И вот эти две части Это одна анга и вторая анга Анга это часть Ничего, что я все пишу на сэнскрите? Я буду здесь писать Доля Вот здесь анга один Анга два Авардан Это полный цикл тала Итак Теперь еще раз все вместе У нас есть тал Это полный цикл тала И в нем есть две секции Две части Две анги В одном тале может быть Две анги В другом тале может быть Три или четыре То есть это зависит от тала Окей? И в каждой из них Может быть разное количество долей И количество долей Тоже зависит от тала На кахарватал Их восемь И они вот выглядят таким образом То есть у нас Здесь Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Все понятно? Есть Я сразу скажу, что есть талы Можно коврик? Все Сразу скажу, что есть Талы, в которых Ну как бы Немножко несимметрические деления Например В очень редких талах Можно встретить Три секции Три анги И в одной из них Немножко другое количество Довольно сложный тал Но Мы с вами В нашем обществе Мы привыкли в искон Всегда У нас самые распространенные талы Они имеют Две секции Это Кахарва Это Дадра Тал И Например Дадра Тал Там Три Три То есть там Шесть Матр По 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 Три Один Два Три Четыре Пять Шесть Это Дадра Тал Раз Два Дадра Наман Мишвар Нам Мусачит Да А А А А А А А Да Конечно Первый А А Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Раз Два Три Четыре А А А А А И На него Играют Караталы Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Раз Два Раз Два Три Ну а сейчас Это С этим вопросом Нет Да Это все понятно Очень важно Чтобы мы Очень четко Поняли Структуру Деления Талоп Потому что Мы будем Все наши Мантры Все Рисунки На Мриданге На Караталах Не будут В этой Семь Стен Может что-то Хочешь добавить Семь Все 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 Сказал Хорошо Тогда Мы переходим К блоку Б Объяснения Тала Еще больше Углубляемся Готовы Готовы? Да Нужно Вопрос А втали Один Авартан Или Несколько Авартан Может быть Только Один То есть Это Весь Тал Тал Может быть Коротким Может быть Длинным Может быть Много Матр Может быть Мало Может быть 16 Матр Например Но Такой бы он Ни был Авартан Это Полный Цикл Если В Авартане Нечетное Количество 5 То получается В одной Анге 3 Другой Анге 2 Да? Там Есть Очень Много Разных Вариентов И Я Сказал Что Возможно Что В одной Анге Будет Больше Матр Другой Меньше Или Наоборот Но Это Редкость А есть Какое-то Минимальное Количество Русских Долей Минимальное Количество 2 3 5 Я А? Странно 2 Минимум 2 Минимум 2 2 Матры В одной Анге 2 2 2 2 Да Там Например Вот Есть Мы Сами Нарисовали На Два Счета А Есть Немножко Другое Деление Те Же Самые Шесть Матр Но Если Вы Поделите По-другому Вот Так Поделите Это Будет Три Анги По Две Матры Это Уже Совершенно Другой Тал Называется Называется Кем Тал Паре Кришна Паре Кришна Это Такой Танцевание Ким Советского Союза Мне Говорили На Этот Тал Написано Да Так что Я просто Немножко Не застал Ну и Сопрощенный Вариант Написи Допустим Харватал Четыре На Четыре Да Трожится Как в западной Музыке Три Четверти Четыре Четверти То есть Это Пишется Так Четыре Да Сразу Немножко Так Вот И все А Мы Это Все Рисовали Даже Тем Кто Знает Уже Музыкальные Размеры Но Это Все Рано Важно Потому Что В Этих Табличках У нас Будут Мантры В общем То И для Гармошки И для Мриданги Они Все Будут Дайте Табличках Мы Это Будем Много Раз Повторять То есть Это Будет То С чем Будем Работать Волнуйтесь Да На Сколько Время Сейчас 15 У нас Осталось 15 Минут И Сейчас Мы С вами Разберем Три Вида Матра Что Такое Рисунок Ну Что Такое Рисунок Тала Это Не Просто Систематизация Вот Это Определение Она Полностью Все Включает Ритмически Фиксированный Рисунок Определен Фиксированным Количеством Долей И Ритмический Рисунок Может быть Только Тогда Когда Существуют Разные Доли Вы знаете Есть сильная Доля Есть слабая Доля И Я Сейчас Расскажу Какие Существуют Матры Идической Музыки Вот Когда Мы Рисовали С вами Рисунок Тала Вы Видели Там Например Восемь Например Шесть И У каждой Матры Есть определенный Статус Точно Так же Помните Мы Вчера Говорили Есть Ноты Разные Есть Вади Самвади Вивади Главное Второстепенное И Нежелательное Да Точно Так же Есть Три Три Вида Матры Первое Самое Самое Главное Самое Основное Матра Называется Сам 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 Матра Сам Это Главное Первое Доле Сам Сам Матра Сам Полностью Сам Она же Сильная Она же Основная Она же Первая Она же Главная С нее Начинается Тал В тал Может быть Одна Сильная Доля То есть Она Знаменует Начало И С этой Доли Что значит Сильная Опять же Сильная Не значит Что мы Ударяем На всех Инструментах В эту Долю Как можно Сильнее Это значит То Что Это Опорная Доля С нее Начинается С нее Все мы Вступаем Мы будем Это Тренировать Да Вторая Доля Это Второстепенная Доля Тали Тали Второстепенная Доля То есть Любая Слабая Доля Нет Есть еще Третья Третья Это Слабая Доля Хали Сейчас Объясни Разницу Между Этими Последними Тремя Хали Итак Сам Это Главное Тали Это Торостепенная И Кали Это Слабая Или Пустая Доля Мы будем Писать Пустая И Есть Главная Доля Ну Вот Мы начинаем Играть Раз Два Три Четыре Пять Вот Раз Это Сильная Доля И Противоположность Обычно В Тали Середина Тала Это Наоборот Пустая Доля Хали А все Остальные Доли Это Тали Это Просто Второстепенная Доля Например Харва Тала Вот Еще Раз Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь И В Кахарва Тали Вот У нас Сильная Доля Сильная Доля Обозначается Крест Толестепенная Доля И Слабая Доля Обозначается Ногиком Вот Так Располагаются Атры Кахарва Тали Давайте Если Например Тали Если Длинный Тал Мы Не будем Проходить Я просто Наперед Скажу Чтобы Вы Знали То есть Если Тал Очень Длинный То Если Много Много Секций Много Анг То Далее Место Сильной Доде Мы Просто Рисуем Уже Двоечку То Уже Пошел Второй Цикл Или Даже Троечка Нет Давайте Попробуем Будем Просто Вслух Все так До Восьми И хлопать В первую И пятую Доли Хорошо Классически Знаете Как классически Осчитывают Талы Отсчитывают эти макрии. Первый сам обозначается хлопком ладони. Просто хлопаем. Второстепенные доли талии отсчитываются ударами пальцев. Например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, сколько бы это ни было, вы просто пальцами отсчитываете. А кхали обозначается взмахом, замахом руки. Давайте попробуем вместе. Медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Можете потренироваться, пожалуйста. Любой талл можно... Это как бы вы можете ощутить его, да. Но обычно я заметил, что преданный лучше это понимает уже на практике, на кирпусе. Вот. И мы не будем долго останавливаться на этом. Я хочу предложить, ну, как бы, вот, еще одно упражнение, чем мы закончим. Оно более, ну, может быть, знакомое. Это упражнение, которое позволит нам сейчас почувствовать кахарватал. И, в общем-то, на кахарватале мы поймем, что такое все остальные таллы. И это упражнение связано с танцем. Вот. И очень простое движение, которое, я уверен, каждый из вас знает. Да? Вот. Вы все умеете танцевать? Шаг вперед, да? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Давайте вот потанцуем так. Смотрите, что мы будем делать. Мы будем точно хлопать, просто немножко не так понятно. А если мы больше будем двигаться, мы, как бы, надеюсь, мы больше сможем понять, почувствовать. Вот. Итак. Значит, у нас есть восемь матер, и мы их произносим слух. Мы их отсчитываем. Но, когда мы делаем шаг вперед, должна быть сильная доля. Мы с нее начинаем. Когда мы в положении сзади, это слабая доля. Пятая. Пятая матер. Или ровно половина. То есть у нас получается сильная, слабая и опять сильная. Вот, как вы знаете, как метроном движется, да? Взад, вперед. Это вот такой вот будет у нас метроном. Встроенный. То же самое, то, что говорила Дети Духа Прома, вы можете просто отсчитывать это ногой во время Киртана. Харе Кришна, Харе Кришна, или там Кришна, Кришна, Харина, есть двойной темп, когда они ускоряются гораздо. Начнем. И так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Послушайте. Может, а тут другой будет ведущим? Или мне нужно сюда ставить? Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Две. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Раз. Ставите ногу это раз. Пять. Шесть. Не, а ноги можно как угодно. Это смысл. Я танцы пока не подаю. Пять. Пять. Давайте громче считать. Совсем сложиться. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Четыре. Пять. Четыре. И вот. Вы запомните, пожалуйста, вот этот счет, пока мы ходим. Вот. И когда вы играете на инструментах, и вдруг вы в песне вы сойдетесь с ритмом, но вы сможете как бы вступить в сильную торю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Восемь. Раз. Два. А? Да, дратал. Ну да, дратал, но я не станцую. Давайте ладошки поклопаем в каждую матку. Семь. Раз. Два, три. Четыре. Пять. Раз. Два, три. Четыре. Пять. Это справа? Раз. Два, три. Четыре. Пять. 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 Продолжайте. Это каратаса. Раз. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, спасибо. Понятнее? Лучше? Понравилось такое упражнение? Да? Можно вопрос? А вот удары, инструменты, они приходят не всегда на долю? Они всегда на долю приходят? Они не могут ни на долю приходить. А вот они приходят на долю. А вот на карты, на карты, на какие числа, на какие доли? Поймите, вот давайте я по-другому сейчас нарисую. Это просто есть разные схемы, и схемы очень сложно что-то описать. Они все как-то однобоко. Вот я могу сейчас по-другому нарисовать. Вот есть круг. И здесь два раздела. И вот скажем, что это пицца. Представьте. Или здесь четыре кусочка, и в каждой из них по четыре маслинки. Да? И, например, вот эти маслинки – это наши матры. Вот. Вся пицца – это авартан. Да? Авартан. Это анги. Четыре анги. Это какой тал, вы знаете? Это тинтал. Вот. И все, что вы положите туда, да, там, томатная паста, сыр, оно все будет так или иначе приходиться, как бы, на один из отрезков. Да? То есть… То есть… Еще один пример. Максимально наглядно. У нас есть шкаф. Да? И в этом шкафе есть две полочки. И вы… А в каждой из этих полочек есть по четыре, ну, как бы, подразделения. Да? То есть у вас есть шкаф, он разделен, например, так, да. Видно, да? И вы туда просто складываете свои вещи, свои украшения, свои продукты, все, что у вас есть. Точно так же, вот, например, пищевые продукты – это, например, ваше пение, да. Ваша одежда – это, вот, например, мриданго. Вы просто это складываете. Но в киртане это получается так, что вы это все одновременно ложите. Да? То есть у вас вот… Вот здесь идет, знаете, вот, те, кто музыку на компьютере видели, да? Есть вот одна дорожка, здесь дорожка караталы, и здесь дорожка, голос, гармошка. Вам видно, да? Точно так же, вот, это вторая секция, да. И каждый новый инструмент – это просто одна дорожка, например, скрип какая-либо. Она тоже идет здесь же. Она тоже попадает в каждую матку. Ну, основывается вот матка. И если я на это не знаю, я вам не могу понять. Я немножко не знаю, зачем могу понять. Ну вот, сколько, сколько вот этих раз-два-три приходится в этот один аваркад? Сколько? Каких раз-два-три? Ну, вот эти раз-два-три, как же, вот, я раньше думала, вот, как по классической, что четыре доли и одна пауза, то есть по их прописке. Раз-два-три, пауза, раз-два-три, пауза, раз-два-три, пауза. А я всегда не могу их вот... Спасибо.